Новый сезон нашей колдушки это всегда что-то радостное, интригующее, ну и конечно же, ничто кривить душой, не всегда это происходит радостно, особенно когда сезон выходит и разочаровывает, но в этот раз я думаю все будет на очень хорошем уровне и этот сезон вас по-любому порадует. Всем здарова братва, вы на канале Лумумба Румумба, с вами как всегда Владос и в сегодняшнем видеоролике мы с вами разберем все новенькое, что нас будет ждать в новом 11 сезоне. Рекомендую взять что-нибудь повкуснее, подготовить свой любимый напиток, ну а мы будем потихонечку начинать. Ну и начнем с самого интересного, это тематика 11 сезона, она у нас будет зимняя, космическая, то есть естественно зима, потому что в этот момент, когда выходит этот сезон у нас на улице зима, ну а космическая это уже разработчики просто решили дополнить эту интересную вакханалию. Что касается космоса, понятное дело нас ждет какие-то созвездия, какие-то звезды, какие-то черные дыры, космонавты и все что с ним связано. По поводу этого всего мы поговорим чуть дальше, в этом видеоролике я вам покажу награды с боевого пропуска и вы сразу поймете, что космического здесь будет предостаточно. На самом деле мне нравится тематика, я и то и то люблю и уважаю по поводу зимы и космоса, поэтому здесь я думаю будет все хорошо. Что касается новых орудий, новых перков и новых модулей, которые нас будут ждать. Начинаем с пушки, которая нас будет ждать в 11 сезоне, это новая штурмовая винтовка, которая называется ИМ-2. Я надеюсь, что я правильно назвал, в общем, это штурмовая винтовка со встроенным коллиматором, очень похожая тема, как у нас был Swordfish, да, помните, где она стреляла бурстами, там уже коллиматор встроенный, то есть это нам экономит как раз один моду для комфортной игры с этой пушкой. А также, что немаловажно, эта штурмовая винтовка будет с автоматическим темпом стрельбы, у нее очень будет хороший урон, я видел ее на определенных моментах, то есть там показывало описание и обзор этой пушки и там было видно, что у этой пушки прям хороший достойный дамаг. В общем, пушка, мне кажется, будет очень интересная, будем ждать, будем тестировать, ну, естественно, сборки будем выкатывать. Второй момент, что нам добавят в плане интересности еще? Стоп, 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 дружище. Я сейчас буду говорить очень важную инфу, поэтому не переключайся и ни в коем случае не вырубай видосик. Дорогой друг, если тебе нужны на аккаунт цепишки по очень выгодной цене, если тебе нужны цепишки на аккаунте заблокирован магазин с цепишками, если тебе нужен боевой пропуск на аккаунте, опять же заблокирован магазин с цепишками, либо просто ты хочешь очень выгодно донатить, то я рекомендую тебе посетить магазин игровой валюты, который называется LUMUMBA SHOP. Это мой личный магазин, где я лично занимаюсь начислением игровой валюты, отправлением боевых пропусков и, что немаловажно, созданием готовых индийских аккаунтов. Друг мой, если ты хочешь без головной боли, с уверенностью получить цепишки по выгодной цене, обращайся LUMUMBA SHOP, все сделаем в лучшем виде. Ссылочку на мой телеграм магазин вы можете найти в описании к этому видеоролику, там же вы можете почитать отзывы довольных покупателей. Господа, тратьте денежку с умом, не ведитесь на разводнички и также закупайтесь валюткой выгодно. Ну а мы возвращаемся к просмотру видеоролика. Нам добавят новый перк красной группы, который называется Целеуказание. Я на самом деле посмотрел видеообзор, посмотрел тизеры, посмотрел, почитал инфу по поводу этого перка. Я до конца так и не понял принцип его работы. Эту всю штуку я считаю, что нужно будет просто протестировать на себе, понять весь потенциал. Если эта штука будет достойна, я имею ввиду перк, то видос будет на канале, где я подробно расскажу его преимущества, недостатки и как им вообще пользоваться. Если этот перк будет бесполезен, как большинство перков в последнее время, то, естественно, видоса не будет и вы можете сразу автоматически понимать, что этот перк ни о чем, по крайней мере, с моей точки зрения. Потом нас будет ждать уникальный модуль, который будет предназначен для, внимание, дробовика Страйкер. Это новый модуль, который будет относиться к подкатегории стволы. Это будет какой-то интересный новый ствол, что он будет давать, естественно, пока информации нет, но это мы все тоже протестируем и выкатим интересную годную сборку. Кстати, что немаловажно, если добавляется к нам новый модуль для дробовика Страйкер, значит, это уже можно заведомо понимать, что, возможно, Страйкер вернется в строй и будет имбой среди дробовиков, по крайней мере, на время 11 сезона, так точно. Какие события новые нас будут также ждать в новом, так сказать, 11 сезоне? Это новая наземная война 2.0. И карта также будет с ней связана Crossroad. Это зимняя карта с прикольными зданиями и прикольными самими лошадками. То есть все это будет в снегу, во льду и, как полагается, все чиногодно благородно. Что вообще означает наземная война, может кто-то не помнит. Это когда у вас по картам раскиданы точки, это своего роуда режим превосходства, где нужно захватывать эти точки, только в сражении участвуют 24 человека. То есть мы сражаемся 12 на 12, мы можем использовать транспорт, какие-то КАМАЗы, какие-то мопеды и, что немаловажно, танки. И здесь я тоже хочу сделать небольшое ударение, потому что в этом режиме у нас будет новый танк, который, если верить сливам и описанию этого режима, будет мощнее по броне, сокрушительнее в плане огневой подачи. То есть выстрел у него будет более мощный. Если брать с точки зрения радости, я верю, что этот танк скоро времени, скорее всего, попадет нам в королевскую битву. Я не очень это люблю, с точки зрения того, чтобы управлять танком, из танка поражать соперников. А вот танкистов взрывать в танках, которые любят атом позаседать, я очень люблю. Поэтому для меня и радостные события, и для меня нейтральные события. Поэтому здесь вот так вот, 50-50 у меня. Сам режим, естественно, мы тоже протестируем, посмотрим, как все будет работать. Но, что хочу сказать, когда появилась первая наземная война, да, то есть там, где это было дело в пустыне, тоже а то, что этот режим был большой, игроков там было достаточное количество. Можно было круто провести время, поэтому я думаю, что в этот раз тоже все будет хорошо. Идем дальше. Разработчики всем поклонникам Snoop Dogg передают огромный привет, так как у нас Snoop Dogg возвращается в новом обличии, так сказать. Это Snoop Dogg Santa с шапочкой красной, с тематикой новогодней. И плюс ко всему, это, естественно, будет все в рулетке. И в рулетке также будет новый легендарный скин на RU79U. Праздничные огни будет он называться. Кто любит и фанатеет о Snoop Dogg, возрадуйтесь, вы можете еще одного Snoop Dogg забрать себе в коллекцию. Это то, что было сказано из тизеров, из сливов, так какая рулетка нас будет ждать впереди. Одна из рулеток, одна из рулеток. По поводу всех рулеток скоро видосик выйдет также на канале, где я вам покажу все рулетки, которые мы будем ждать в новом сезоне. Теперь мы плавно переместились к новому боевому пропуску. Мы сейчас вскользь, так сказать, пройдемся по этим всем наградам, которые нас будут ждать впереди. Итак, перед вами 4 персонажа, которые нас будут ждать. Как я и говорил, 2 вот таких вот космических, то есть, да, скафандры, что-то интересное, что-то новое. Такие костюмы космические, да, сзади вот рюкзаки с каким-то топливом, либо кислородом. В общем, вот такого плана. Такой дядька с головой вместо телевизора, точнее телевизора вместо головы. Вот такой вот интересный, с прикольными анимациями. И также нас будет ждать 4 новых скинчика на оружие. Это Холгер 26, BY-15, кстати, по-моему, довольно-таки неплохой скин должен быть. На СКС опять нас ждет, и, естественно, нас ждет на новую штурмовую винтовку GIM-2. Вот такие интересные скины. Как только выйдет боевой пропуск, делаем сразу же на него обзорчик. Ну, естественно, посмотрим наградки поближе. Также без ребаланса оружия здесь не обошлось. Сейчас вы увидите на экране все оружия, которые у нас попадают под категорию бафать. Бафать, это значит улучшать, стабилизировать и делать их интереснее. Вот сколько пушек нам бафнут в новом 11 сезоне. Зелененькое там, где написано аджист. Это то, что сделали сбалансированно, то есть устаканили некоторые моменты, некоторые просадки, некоторые доминирующие функции, которые имеют оружие. То есть сделали средний, нормальный, адекватный рабочий вариант. И вот верхняя штучка, это категория NEF. Это то, что новенькое добавится нам в 11 сезоне. В общем, пушек будет большое изобилие, катать можно с многими и радоваться, естественно, новым каким-то победам с старыми добрыми орудиями. Единственное, что радует, что реально начали возвращать те пушки, которые давно лежали на полках, забытые Богом и нами в том числе. Поэтому это всегда радует. Возможно, вас будут скоро времени ждать новые сборки от Владоса. Господа, это в принципе все, что я хотел сегодня сказать по поводу нового 11 сезона. Понятное дело, что инфа идет не полноценная, то есть там есть еще куча много нюансов, которые нам добавят. Но то, что у нас будет основное и на то, что я рекомендую обратить внимание и то, что меня самого зацепило, я вам, естественно, рассказал и донес. Также жду ваши соображения по поводу того, что ждете вы новый сезон или нет. Все эти мысли вы можете оставить в комментариях под этим видеороликом. Ну а я погнал для вас пилить еще больше крутого контента. С вами был Владос, канал Лумумба Румумба. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах и стримах. Пока, братва. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова